В Москве хитом последних пару лет является автомобильный GPS-навигатор с возможностью определения пробок по маршруту. Если сейчас, скажем, с фактом поиска навигатора как такового проблем нет никаких, то проблема выбора существует как никогда. Навигаторов стало много, разных марок, разных систем, разных систем оповещения о пробках. И разобраться в этом без специалиста практически невозможно. Системы предупреждения о пробках способны рассчитать оптимальный маршрут не такой уж и новое изобретение. Например, компания BMW еще в 1998 году устанавливала на старшие модели штатное навигационное устройство с подобной функцией. А еще раньше, напомню, существовала система оповещения, построенная на частотах РДС. Правда, она не имела обратной связи, да и с навигацией не была связана. В современных автомобильных навигационных системах используются смешанные способы обработки сигналов. Получая информацию от автомобилей, оборудованных устройством Car-to-Car Communication, от камер дорожной полиции, от добровольцев, словом, от нескольких источников, заслуживающих доверия, операторы формировали сигналы, которые получали по каналам радиосвязи навигационные блоки в автомобилях. Они уже рассчитывали оптимальные маршруты, исходя из этих данных, и в соответствии с изначально заложенным конечным пунктом. Система удобна, но далеко не все производители готовы снабжать свои машины подобными. А как опция, они значительно дороже карманных навигаторов, о которых рассказываем мы. На российском рынке в настоящее время распространены два типа автомобильных навигаторов на платформе мобильных устройств и, собственно, навигаторы в отдельном корпусе. О них-то мы и говорим. За несколько лет они эволюционизировали от просто коробочек, указывающих направление движения по улицам, до весьма насыщенных устройств с широкими коммуникационными и мультимедийными возможностями. С каждым годом увеличивается их быстродействие и размер матрицы. Совершенствуется и картографический материал, правда, порой не так быстро, как хотелось бы. Но вот пока материализировали, испортилась погода, пошел даже снег. Тем не менее, мы решили испытать три выбранных навигатора на то, как они быстро будут реагировать на изменения дорожной обстановки, на изменения траектории, на повороты, на ускорение, на смену полос. У нас два разных поколения чипсетов приема сигнала и Garmin как отдельный мир своеобразной навигации. Как видите, чтобы подключить три навигатора, нам пришлось использовать не только два гнезда бортовой сети, но и гнездо USB, которое здесь есть для подключения аудиоустройств к магнитоле. Если бы не было вот этого USB или было только два, только одно гнездо прикуривателя, то, к сожалению, больше одного навигатора, естественно, подключить бы не удалось. Не так давно у нас появились навигаторы с приемником спутникового сигнала четвертого поколения по классификации компании Atlas. В отличие от широко распространенных с RF3, эти приемники 64-канальные. Прежние, напомню, были 20- или 32-канальные, а самые первые вообще 12-канальные. Увеличение каналов позволяет принимать большее количество отраженных и ослабленных сигналов, что делает работу устройства более стабильной, а реакцию на изменение местоположения на порядок более быстрый. Более экономичные, более быстрые и чувствительные, они позволяют использовать батареи меньшей емкости, а значит и габариты корпуса у них меньше, по крайней мере, они заметно тоньше. Вот Штурман – это типичный навигатор третьего поколения с размером экрана 4,3 дюйма, одноядерным процессором обработки сигнала и 20-канальным приемником третьего поколения Surf3. Навигатор снабжен модулем GSM и слотом для сим-карты, который входит в комплект поставки. Стоимость навигатора Штурмана Link 300 – около 8 тысяч рублей. В комплект входит кредл для установки на стекло или на переднюю панель автомобиля сетевой и системной кабели – карты Navitel. Относительно несложно, у него можно загрузить другие навигационные программы, скажем, автоспутник или сетегид. Навигатор может использоваться как телефон и как аудио-видеоплеер, поддерживая все популярные форматы, которые поддерживает и Windows. Активно развиваются навигационные программы, и зарубежные, и отечественные разработчики предлагают все более недорогие подробные карты городов и дорог России. Понятно, что наиболее подробно представлены Москва и Санкт-Петербург, а также российские города-миллионники с пригородами. Однако далеко не все карты одинаково понятны, а интерфейсы однозначно читаемы. Ну вот сейчас, когда мы едем и по маршруту, и по пробке, указания навигаторов приняли вообще какие-то формы нечитаемые. Желтая полоса рядом с дорогой, непонятно, это встречная полоса тоже, где пробка, или это почему-то здесь две полосы, то есть тоже не очень ясно. А на Вителе, ну тут совсем все смешалось. Непонятно совершенно, я не могу разобраться, как мы должны ехать. Скажем, где вот сейчас пробка лучше, где хуже, может быть нам стоит куда-то свернуть, но навигаторы ничего об этом не говорят. Немногие компании предлагают иную картографическую информацию, кроме городской. Вот, скажем, Гармин продает так называемые топокарты, в которые входят помимо привычных нам шоссе и улиц, скажем, внутренние водные пути с глубинами. И местность, где нет крупных дорог, а иногда где нет вовсе дорог. В качестве представителя новейшего поколения навигаторов мы взяли прибор марки TechSat. Это TechSat TN705. Построенный на двухъядерном процессе обработки сигнала и новом чипсете приемника четвертого поколения, он гораздо тоньше штурмана. Хотя размер матрицы у него больше, 5 дюймов. А время автономной работы такое же, 4 часа. На TechSat также установлена навигационная программа Navitel, а в качестве операционки используется Windows 6-го поколения. В нем нет слота для сим-карты и блока GSM, но есть Bluetooth-модуль для связи с телефоном. Именно с помощью этого модуля можно скачивать актуальную информацию о пробках. Впрочем, как показал наш тест, связь по Bluetooth оказалась не очень устойчивой, и не каждый телефон может получить доступ к навигатору. Зато по 5-дюймовому экрану гораздо проще следить за обстановкой и работать с ним без стилуса. Мы не коснулись того, как пробки появляются в навигаторах. На самом деле это очень просто. Камеры слежения за трафиком, добровольцы, которые сообщают о пробках, и обратная связь. Некоторые навигаторы, получая по GPRS сигнал, отправляют по этому же GPRS информацию о скорости движения. С одной стороны, немножко нарушается конфиденциальность информации о том, что где вы находитесь и куда вы едете. С другой стороны, ну понятно, что, пользуясь мобильным телефоном, вы так или иначе даете знать о себе, где вы находитесь и куда вы примерно движетесь. Дальше уже по-разному происходит. После получения информации о том, где находится навигатор и куда движется машина, вот в Гармине через РДС, через систему передачи данных происходит обновление этих пробок, а в других системах через GPRS, через мобильный телефон, через стройную симку, как вы видели, либо через обычный телефон. Выезжаем на проспект Мира. Опять-таки, Гармин сразу же встал в нужное положение. След за ним в тексет. И вот только сейчас штурман, не спеша. В качестве оценочных критериев мы, как я уже сказал, выбрали скорость реагирования на движение автомобиля, скажем, при поворотах или перестроении, точность и ясность изображения информации о пути следования и о пробках, устойчивость работы с сигналом спутников и службы слежения за пробками. Уже самые первые километры пути показали, что точнее всех прибор с чипсетом нового поколения. Это Тексет 705. Но быстрее почти всегда реагирует Гармин. Что касается читаемости информации дисплея, то тут Гармин тоже оказался в лидерах, хотя и не без оговорок. Слишком малая информативность карт. Нет ни названий прилегающих улиц, ни номеров домов. Гармин 1300 не имеет встроенного блока обработки сигнала о пробках. И чтобы эта функция работала, нужно приобрести специальный приемник, который подключается к бортовой сети автомобиля и к навигатору, являясь одновременно питанием прибора и антенны для радиосигнала о пробках. Этот приемник подойдет к любому автомобильному навигатору Гармин с разъемом USB, что удобно, если он у вас уже есть. У Гармина собственная картография и оригинальный интерфейс. Кроме этого, существует приличное количество разнообразных оболочек, подгружаемых к основной карте, вроде расположения камер ГИБДД или интересных для путешественника мест, причем не только в городе, но и далеко за его пределами. А теперь давайте прервем наш тест. Остановился я вот для чего. На Штурмане и Тексете, на системах с Новителом, пробки тоже есть, но посмотрите, как они отображаются. Маленькая красная полосочка в пределах полосы движения. Маленькая желтенькая, практически не видно их, особенно в движении на таком расстоянии. Вот как в Гармине. Огромная оранжевая, желтая, если угодно, полоса во всю ширину дороги. С одной стороны, конечно же, можно сказать, что, ну, не детально, непонятно, это вообще по внешнему кольцу или по внутреннему, а то, может быть, и по обоим сразу. Здесь как бы понятнее, но не видно же ничего. Впереди у нас третье транспортное кольцо. Гармен нам показал, что на кольце желтый значок. Ну, это не пробки, скажем так, задержки движения. Вот, поворачиваем. Следи внимательно за экранами. Гармин и тексет практически одновременно. Штурман, как обычно, притормозил. Ну, и мы остановимся на секундочку. Как видите, я остановился. Постарайтесь сделать так же. Если вы оперируете с навигатором, останавливаться не на ходу, нажимать кнопки, тыкать в экран. Это действительно опасно. Ну вот, мы въезжаем в затруднение движения. Забавно выглядит в этом смысле указание на ограничение скорости 80. Наша фактическая скорость сейчас 16 километров, 17 километров в час. Чудовищная штатная озвучка у Гармина. Такое ощущение, что озвучивал робот из 80-х. Какие же практические выводы можно сделать из наших испытаний? Во-первых, размер экрана все же имеет значение. Считывать информацию и нажимать на иконки на экране в 5 дюймов по диагонали куда как удобнее, чем на 4 дюймов. Впрочем, тут многое зависит от интерфейса. Скажем, у меньшего Гармина с читаемостью и вообще с дружелюбием к пользователю все в порядке. А вот Navitel на его фоне весьма блекло выглядит, даже на 5 дюймов. По-вторых, навигаторы с модулем Bluetooth все же рановато рекомендовать. Мы, скажем, дважды теряли сигнал за 3 часа тестов. Гарминовский блок приема радиосигнала всем хорош, но выглядит излишне массивно и занимает много места на панели. Зато не требует абонентской платы вовсе, а тем, кто много ездит, это важно. И стартовое время у него самое малое. То есть он готов сразу, как только его подключили к сети и навигатору. Идеалом же, по моему мнению, был бы вариант навигатора со встроенным радиомодулем, приемником четвертого поколения, как у Techset, плоским корпусом, матрицей размером 5 дюймов и навигацией от Garmin, только более подробной. Пока такого на рынке нет. Да если и появится, то стоить будет, как хороший коммуникатор, которому никакие дополнительные блоки, модули и приемники не нужны. А поставить навигационную программу на любой смартфон можно буквально за минуту. Кроме того, в нашем обзоре не было навигаторов с приемом сигналов системы GLONASS. Это тема для будущих программ. Тем не менее, уже сейчас можно выделить устройство, которое по совокупности характеристик можно назвать лидером теста. А на пользу нашей идеи было выбрать навигатор в качестве подарка. Причем, если для мужчины все просто, ему подавай побольше и потехнологичней, то с прекрасным полом все сложнее. Итак. Из трех навигаторов, которые мы выбрали, оптимальный для женщины, для девушки будет Garmin. Он самый простой, самый понятный, самый однозначный. Не надо будет путаться, разбираться во всех этих хитросплетелей и иконок. Немного обидно, что первое место на нашей территории заняла заокеанская система. Причем, именно как система, а не только как устройство. Наша карта немного не дотягивает до общемирового уровня, по крайней мере, по проработке интерфейса и пресловутому дружелюбию к пользователю. Но мы будем надеяться, что в будущем ситуация изменится к лучшему. И картографический материал, и сами навигаторы станут совершеннее. И, возможно, тогда отечественные разработки потянутся к уровню нашего сегодняшнего лидера. Продолжение следует... Продолжение следует...